Ваня Кудлач посещает коррекционный центр вот уже 7 лет. В свои 12 мальчик не может говорить и самостоятельно выполнять привычное каждому человеку действие. Однако ежедневные и на первый взгляд монотонные занятия все же дают свой результат. Ваня старается, хоть и с трудом и с помощью мамы. Здесь его учат и учат всему. Тому даже, что я не могу научить. И когда вижу какие-то приобретенные навыки, у мамы столько радости. Он умеет танцевать, ходит на физкультуру, он дома показывает. Сегодня в коррекционно-развивающем центре по эффективной методике обучается 31 ребенок. 3D-школьные группы и два спецкласса посещают дети с так называемыми тяжелыми множественными нарушениями развития. При общении с особенными чадами, чтобы объяснить и понять, специалисты используют жесты, картинки и невербальную коммуникацию. Можно учить полгода, два месяца, год, выбирать свою фотографию или выбирать соответствующую картинку. То есть это все очень длительно, пошагово. Но у нас есть очень хорошие помощники, наши родители, воспитатели. Помимо занятий здесь есть лечебная физкультура, танцы и даже сенсорная комната, где дети при помощи особой обстановки восстанавливают психологическое состояние. Но для идеально полного обустройства и комфорта детишек не хватает средств. Центр помогает не только детям улучшить их качество жизни. Ведь наша задача, чтобы они могли жить самостоятельно, приобретали трудовые навыки, навык их самообслуживания. Но, к сожалению, это не может у всех получиться. Мы помогаем как и детям, так и их родителям. Здесь любое, даже самое малое изменение в детях уже большая победа. Это может быть карандаш в руке, произнесенные звуки или даже улыбка. За 18 лет существования центра еще не было ребенка, который прошел обучение безрезультатно. Кто-то даже научился читать, а кто-то использовать жесты. Сделать вклад в жизнь маленьких бобручан может каждый. Реквизиты коррекционно развивающего центра на ваших экранах. Но малыши уже готовятся принять первых гостей в рамках республиканской акции «Наши дети». Пусть даже и не собственными ногами репетируют хоровод вокруг елки. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.